мы друзья видим большой магазин такой мексиканский называется mi pueblo наташа пару слов это сетевой магазин их много у нас тоже там в кремниевой долине есть что тут переводе обозначает моя деревня мексиканская так что там что там там очень дешевые продукты приличные по сравнению с супермаркетами ну раза в два могут хорошо я слышал что вот мексиканские молочные продукты они типа вот тех что мы привыкли там свое время у них нет этих всяких призервов поэтому они быстро портят могут и портится но вкус натуральный молоко не стоит три недели да 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 у них очень вкусное молоко творог как из рынка сметанка говорят что вот мексиканскую сметану маркетируют как канадскую я написано канадское что она здесь написано мексиканская фрукты очень вкусные печености здесь здесь и портики тортики они делают с вареным сгущенным молоком ну тоже можно покупать кусочками можно пошли посмотрим собачкой не прогонит тебя не не можно чем-то пахнет здесь асфальтом выплавленным такое ощущение что где-то его плавят рядом дорогу ремонтируют но это магазин мне кажется побольше чем обычно вот те те mi pueblo которые я видел были поменьше мы друзья заходим в магазин наташа наташа будет нашим гидом тоже большой магазин прям как пол сейфе и обычно начиная с правой стороны так то есть мы идем по периметру хорошо значит но тут алкоголь это дело понятное друзья мы на алкоголе не заостряемся интересно алкоголь у них дешевле чем в другом месте ой 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 так вроде бы простые вещи желе а как вкусно смотрится очень красиво тортики ням 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 да тортики так слушай а вот когда например ты пойдешь сейфы или наши зрители пойдут сейфы и такая большая тоже сеть магазин вот вы увидите такой торт его есть нельзя это помои вот они вот мексиканские они вкусные 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 мы когда собираемся на русские вечеринки то всегда покупаем здесь потому что вот эти тортики напоминают нам родину тортики со сгущенным пропитанные сочные друзья ах как душевно все это смотрится ах 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 ну ну и кто может устоять кто вот вы мне скажите вы можете устоять друзья вроде такого детки детки так очень активно обсуждают вы видите друзья что светлана так и могла удержаться они позвали паренька тот местного который начал объяснять там как один стробари а другой мокко такой кофейный вот они там обсуждают чем пропитана какие ароматы в общем решение маленькое такое решение принято вот мы взяли по чуть-чуть так наташ наташ а это что а это маффины но я понял печенье я думал издалека что это что-то такое необычное так ну на той стороне вы видите там напитки всякие нет ну булочки тоже булочки да ладно а вот вкусненько тот такие такое ощущение что они с вареньем и с порошком просто красоты я не знаю эти просто красоты очень аппетитные наверно мы проголодались такое у меня ощущение что все такое вкусное что что нет я за что я подумал что наверное голодный наверное я голодный но зрелище вдохновляющее вдохновляющее вот эти вот по 89 центов вообще ощущение такое что все это мы видели в нашем детстве так ну чипсы чипсы вообще и вот это вот то что видите сверху а это тоже чипсы сушили до чипсы это такая серьезная мексиканская линия они разнообразные они недорогие они очень востребованы а вот вы посмотрите ветчинка как продается не не относительно недорогие там сорта да вот они тут 350 за фурм что 5 50 4 50 какие-то такие на бутербродик сутричка а это можно сказать такая кулинария как бы вот куски мяса там от них я здесь нет это что на закон до вот за этим 3 на долл всевозможные помазки то что я неплохая коллекция очень неплохая коллекция я хочу сказать что это мало где вот так столько с исключительным цинизмом можно сказать смотрите как смотрится потрясающе яблочный салат фруктовый салат а вот выбор сметан паттер милк слушай эту сметану прямо что же полу я здесь упаковок ником sour cream это не соленая сметана доллар девяносто восемьдесят девять за фунт это паттер милк можно сказать что кефир до можно сказать что это вот вот это кефир это сметана а это сальвадорская сметанами сальвадорская сметана такая она по желтей мексиканская сметана центр центрально-американская Сырые какие-то пошли такие. Просадила, вот он такой потертый. Ребята, надо сказать, что мексиканская, ну не то что кухня, мексиканская еда, она знаменита сырами. Очень много есть мексиканских сыров, очень хороших, таких, хороших, симпатичных, вкусных. Морепродукты, друзья, морепродукты, сомики тут лежат, да, тут какие-то, господи, какие-то, не знаю, не кальмары, это, да, так, красная рыбка, салмон, хорошая, креветки, они подмороженные, так, судя, Потому что на них линии, эти уже на десятку, смотрите, вот эти большие, так, вот давайте я так буду показывать рыбку, чтобы с ценником была, вот как-нибудь так буду ходить. Да, говорят там, что там работник месяца, сейчас мы его покажем. Так, уроки. Так, уроки. Так, вы работаете месяца? Да, так. Так, что это стоит, чтобы стать человеком? Это стоит много, не отчастливый. Не, просто, я не знаю, брат. Так, вот у вас тут ценники, вы видите. Действительно недорого. Да. Да. За счет того, что в два раза дешевле я не скажу, но, ну, действительно подешевле. Так. Вот может быть с такой позиции. Ведь у них только по номерочкам они вызывают. Действительно недорого. Да. Друзья, вы можете так немножко даже подучить испанский. Светочка, скажи, пожалуйста. Сейчас возьмем кровяной колбасы. Отлично. Света берет номерочек, чтобы ее вызвали. Скажи, Солнце, вот с точки зрения того, что ты видишь тут, вот цены, цены, качества, вот так, на глаз. Ну, понимаешь, как, конечно, цены неорганические. Такой же, как в китайском магазине, но цены, наверное, раза бывают дешевле. Чему, китайцы? Да. Казалось бы, у китайцев вообще здорово все. Да, но это же долина, там все дороже намного. Так. Вот фарш, например, да? Фарш там 2,53. По нашим меркам, это очень дешевле. Да. То есть мало того, что здесь жилье дешевле, тут еще и еда дешевле. Так. Вы знаете, что впечатляет? Я думаю, что даже вегетарианцы и веганы согласятся со мной, что тут мило. Можно ведь не есть. Правильно? Вот я большинство из этого ничего не ем. Там итальянский хлеб. Такие тоненькие кусочки, знаете. Такое мясо маринованное там. Наташа, а что это за какой-то кусочками? Вот это, да. Вот это? За 6 долларов? Это вот жарить для того, чтобы складывать торгию. Ааа. То есть вместо фарша это просто за рубленое мясо. Это рубленое мясо, да. Но оно как бы не такое плохое, что за 6 долларов? Нет, нет. Да. Так. Так. Боже, а это что? Написано... А вот это все, видишь, если это завернут. Наверное, это тоже для какой-то вот такой еды, которая куда-то все завертывает. То, что мы еще не знаем. А вот только что я объясняла Светлане по поводу вот этих колбасок. Так. Это не колбаски. Это в кишке находятся специи. Вот ты покупаешь вот эту кишку или как бы колбаску кусочек. Тут написано что? А потом? Порк. Лангвиза. Лангвиза. Вау. И ты выдавливаешь из этой кишки вот эту штуку, поджариваешь на сковородке, взбиваешь яйца и с этим делом делаешь потом в торте и кушаешь брекфаст. Вкусно. Оно такие как специи там. Вау. Вау. Это шоу вас. Шоу вас. Это кровяная колбаска. А где вы ее нашли-то? Где она здесь? А вон там такие кусочки жалкие. Давай, пошли. Девочки наши обнаружили. Слушай, почему же курица красная такая? Что, перцем что ли? Это у них соус специально. Маринейтед Чикен Драмстик. Да. Вау. А это они тоже самые, но желтые. Ой-ой-ой-ой. Так, подойди, где колбаска-то объясни. Вот это мы порезаем. Это вот это? Да. Написано кровяная. Это похоже на... Написано кровяная blood sausage. Видишь, порк blood sausage. Порк blood sausage. Ну, это будет что-то. 6,50. Друзья, можно жить. Жить можно. Show it, show it. Хорошо. Хорошо. Да, вот, друзья. Вот этот. Ооо, хорошо. 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 Сейчас его завернут в пакетик. И мы... Ага. Друзья, мы пришли туда, где фрукты, овощи. Даташа. Это манго. Манго. Почем вещь? Почем вещь сейчас найдем? Почем они? Не знаю. Здесь манго дешевле, чем в другом месте манго. Какие-то они пожмаканные. Есть разные. Есть пожмаканные, есть свеженькие. Но манго есть двух видов. Вот эти манго, они должны быть дороже, чем зеленые большие. Да, есть другие. Да, я согласен. Вот, 79 центов. За штуку. Штука. 79 центов штука. Что они там? В любом артементе. Не понял. Порезанные фрукты набирают манго в любом артементе. Ну да, это там подальше они набирают фрукты манго, чтобы самому не резать. Ну да. Так, лучок. 4 фунта за доллар. Это как цена? Наташа? Это дешево. 4 фунта за доллар. Да, да. Дешево? Конечно, 25 центов. Да. Я думаю, что какие-нибудь люди смотрят нас, может быть, из Армении или из Азербайджана и скажут, ой, а у нас в 10 раз дешевле. Послушай меня, я была в этом Юпле, я была у нас в долине, и там намного все дороже. То есть это просто от этого места, что они не могут здесь такие цены держать. Ну, они не платят такую арендную плату, они не платят такую зарплату людям. Ну да, да. Просто там нормальные цены, такие как и во всех других магазинах. Похоже, да? Необходимо будет вот эти зеленые маленькие помидорчики. Вот они. Вот эти маленькие помидорчики, без них салса не получится. Вот эти маленькие. Вот эти бананы, что они? Они вкуснее, чем те большие, потому что у них привкус такой с кислинкой немножко. Вот эти с кислинкой. Потому что те сладкие, просто сладкие, а эти... Слушай, а это что, в Мексике растут бананы или это еще откуда-то? Нет, вот эти делмондры, это наши американские. А вот эти бананы, это, они как бы картофельные бананы, которые жарить нужно. На что они похожи? Крахмал один, да. Ну, жаришь как картошку. Они твердые, что ли? Они твердые, что ли? Нет, ты вот режешь дольками или вдоль, вот и обжариваешь. Мягкие, совершенно мягкие. Ну, нет, немножко слаще, слаще. Но так вот и есть не буду. Друзья, те из вас, которые никогда кактуса, я извиняюсь, не бачилы. Как они? Ныгилы. Ныгилы, да. Кактусы просто кушать. Вот вам кактусы. Нет. А вот еще тоже кактусы. Это не то, что там яйца динозавра. Это не кактусы. Это не кактусы. Это не кактусы. Вот кактус. И если ты разрезаешь его пополам, то внутри он выглядит как крыжовник. Хорошо. Да. А ты подожди, а вот... Ну, как крыжовник. Наташа, а яйца динозавра по 2,59 это что? Это вот называется чайота. Это типа вот как скваш или как у нас кабачки. Да ты что? Они варятся. Так. Очень вкусные, сочные. Такие... Какой? Ты его варишь? Да. Мы первый раз видим такое. А потом чистишь. Есть они вот с такими шипами, а есть гладенькие. Слушай, а вот эти вот, это острые очень перцы. Вот там перцы, острые целые. Да. Тут целый раздел перцев. Я даже туда ходить не стал, потому что он очень длинный. Длинный прилавок. Я понял, что это будет чересчур. Слушай, а что вот это вот? Вот это что за слоновая кость? Вот это. Я думаю, что это сахарный трасс. Нет, это не сахарный трасс. А что это такое? Это вот как-то они называются лишь. Это просто хорошо для сахара. Для сахара. Для диабета. Вот. А это вот это джинджер. Это джинджер, да. Или как по-русски мы его назвали бы. Друзья, джинджер, короче. Так. Вот это тоже. Смотрите. Даже ярлычка нету. Вот здесь ярлычка. Где? А, есть ярлычок. Я сейчас наведу. Может быть я прочту его через камеру. Маунтен Ямс, Света. Неужели Ямс? В общем-то, короче, вот такое вот. Слушай, это листья, наверное, это листья пальмы? Да. Хоя диплатана. Банана лиф. Банана лиф. Слышь? Это лист. Это лист бананового дерева. Это лист бананового дерева. Только что? Можно вот снимать из него? А, вот написано Юка. Ребята, это Юка Рун. Это вот это, наверное? Нет, нет. Это Юка. Так. Вот это Юка. А я внизу смотрел ярлык. Его не было. Да. Ну, пойдем. Вот такая вот жизнь. Вот такая тяжелая. А, вот смотри, вот эта чайота. Вот она. Она же, но без шипов. Ааа. Вот. И как ее есть? Просто берешь. Вот написано. Врускаешь воду варить. А чайоти сквашь? Вот картошку. Сварила она, может быть, минут 20-30. Нет, ни слова. А то вруска брызгать начнет, судя по звуку. А потом берешь. Эту даже чистить не надо. А то надо чистить, потому что шипы. Слово. Для скваши есть слово русское. У меня потом вылетает из головы. Сквашь это кабачки. Ну. А ну вот они такие. А ну видишь? Они все скваши. Вот кабачки. Вот кабачки. Вот кабачок. Вон кабачок. А вот это, пожалуйста, кабачки. А это? Да. Если кто-то хочет сам делать стекилку, например. Нет. Ты знаешь, что это алоэ. Это алоэ. Нет. Это алоэ. Нет. Мы подумали, что это другое растение. Алоэ для того, чтобы полезно было. Да ладно тебе. Полезно. Пожалуйста, написано, где алоэ. Вот. Алоэ вера. Вот оно. Алоэ вера. Я-то думал лагава. Оказалось алоэ вера. Вот такую штуку я купила. Я буду вам готовить. Это быстро. Это бинц. Это бобыц. Оно делается на пару. Потом соль. Постой, оно мягкое. Ты его жмешь, оно такое мягкое. Ну там внутри бин. Зернышко. Да. Там зернышко одно. Ну очень вкусно. То есть это старичок, а внутри зернышко. Да. И как называется хоть? Друзья. Набирается вот совком таким. То есть в этом, в этом деле есть как своя? Гарбанзо фреско. Ооо, горбанзо. Окей. Потому что горбанзо обычно мы берем сухие или консервированные. Они свежие. Да. Это окажется горбанзо бинц вот такими. Вот как они вечно видят. Господи, что никогда не догадаешься. Гарбанзо бинц очень-очень хорошие и полезные. Так. Ну тут все обычное. Папайя за доллар. Фунт. Вот они эти папайи. Там дыньки. Кокосы. Пожалуйста. Что кокосами интересуется? Вот вам кокосы. Ананасы. Еще дыньки. А вот эти красивые. Скажи, Наташ. Наташ, скажи, красавцы. Да, тоже красавцы. Правда? Они такие прям вот, ну... Хорошенькие. Даже сексуальные. В хорошем смысле этого. Ну, кто... Вот кто понимает? Кто понимает, тот поймет меня. По этому поводу... Манго экстра гранде, друзья. Экстра ларч. Понимаете? Две за три доллара. Экстра ларч. Два на три. Два на три доллара. Два на три доллара. Да. А что язык исходится? Кактус, который называют в народе тещиным языком. И варят. Отваривают. Вот он. Почищенный кактус. То есть его уже ободрали. Ободрали. Доллар восемьдесят девять за фунт. Давайте я для вас, друзья, первый раз в жизни беру в руки. Похоже, знаете, на что? Это очень везет. Нет. Похоже на кусочек резинки. Вот как, допустим, шлепанцы какие-нибудь. Ох, пахнет. Пахнет такой свежатиной, что слов нету передать. Откусись. Нет. Понюхай. Очень свеженьким. Ой-ой-ой. Да. Просто вот как-то эликсир свежести. Да. Как огурчик свеженький. Из него можно косметику делать, наверное, хорошую. Из этого делается салатик. Салатик? Да. Варится он вначале, потом режется на кусочки, приправляется маслицем. По-моему, лучок. Друзья, вы видели листочки, вы слышали рецепт. Да. Покупайте, делайте. Осталось только прикупить. Берите чищенные. Да. Кстати, они растут такие и в Украине, но с колючками. Нужно колючки срезать. То есть в Украине растут кактусы? Да. В доме. А, в доме. Да. Вот если кто-то вырастет побольше, то может и салатик сделать. Ну что, друзья, мы прощаемся с гостеприимным магазином Me. Пэбло. И если будет оказия, заходите. Тут можно даже и не говорить по-испански. И покушать можно. Да. Наташа говорит, что мы... Я, конечно, не все заснял, потому что магазин большой носит, а вот тут еще можно покушать. Видите, ребята сидят, закусывают. Так. Ну просто вот такое место. Все, ребята, счастливо. Мы уходим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok